добрый день уважаемые коллеги я начну кратко наш экскурс в лабораторию говоря о методах защиты от той или иной болезни мы очень часто встречаем формировку что один из таких хороших методов защиты это использование здорового семенного материала и собственно с этой мысли начнем секцию семеноводство картофеля как важный элемент здоровья нашего будущего урожая на слайде представлена схема размножения семенного картофеля это схема занимает примерно 5-6 лет мы получаем исходный материал от оригинатора и далее последовательно и он размножается и наговоря о схеме размножения семенного картофеля мы должны учесть что у патокинов достаточно времени чтобы навредить нашей культуре картофель это вегетативно размножаемая культура и соответственно с каждым полевым поколением то есть каждый год поле картофель к сожалению себе может накапливать те или иные инфекции и говоря о контроле качества семенного картофеля о качестве здоровья картофеля мы можем выделить следующие мероприятия это проведение инспекции полей а полевой апробации с использованием методом сортовой идентификации и визуальной оценки болезни по симптомам то есть опять же таки мы говорим о том что мы определяем болезни визуально на глаз далее мы устанавливаем для каждого инспектируем поля оптимальные ранние сроки удаления ботвы и обеспечиваем контроль за их исполнением конечно после уборки у нас обязательные мероприятия по после уборочным контролем на основе клубнивых анализов и естественно выполнение обязательных лабораторных анализов по оценке качества у нас сначала идет оздоровленного исходного материала отдали уже наших полевых поколений включая уже элиты первую репродукцию которую мы высаживаем на поле выращивать товарные картофель будущем говоря о вредоносности влияния на качество и урожайность картофеля можно например на цифрах с вирусами понять что например вредоносность вируса y нам примерно до 15 20 процентов урожая убавляет в тонаже плюс естественно помимо потери в массе мы еще и теряем качество больные клубни например мытый картофель который чем-то болен будет иметь какие-то дефекты соответственно как бы мы не получим качественный товар который мы хотим получить изначально а вредоносность вирусов частности мы видим на этом слайде отличается а если еще встречается комплекс этих вирусных заболеваний то мы можем получить совершенно не то качество картофеля которые хотели изначально например а есть еще такой метод скажем так защиты это использование устойчивых сортов здесь например на слайде при к указан устойчивый сортов норика к вирусам также можно устойчивость конечно к любому заболеванию привести на просто есть например на слайде видно то у нас представлены четыре сорта и устойчивость к вирусам у них различается например если у сорта гала устойчивость к вирусу игрек очень высокая то например у сорта кибица справа вверху на слайде на фотографии он имеет устойчивость а средней до высокой и как же нам найти решение что же нам делать то есть в первую очередь это конечно регулярное обновление семян здоровым сертифицированным материалом также мы должны производить диагностику заболеваний картофеля как в поле так и его и после уборки то есть это опять же таки визуальные методы оценки качества и здоровья наших партий но скрытую зараженность мы не можем увидеть и об этом подробнее евгений расскажет в своей презентации а мы тем не менее движемся с вами по программе ускоренными темпами а и тем не менее мы с вами должны проговорить такой момент такой вопрос мы его задаем каждый подгруппе можете назвать какую-нибудь ассоциацию к соу лаборатория лаборатория тире одно слово анализ отлично исследование оценка отлично мы идем в лабораторию для того чтобы сделать все то о чем вы говорили а зачем нам нужно идти в лабораторию потому что у нас скорее всего каких-то знаний компетенции не хватает и в этом нет ничего особенного потому что ну вот например у меня лаборатория когда я задаю себе вопрос мне тире это надежность и достоверность скобках можно поставить потому что мы надеемся на то что мы в лаборатории получим те сведения которых мы не знали и конечно мы надеемся на то что эти сведения будут какими правдивыми достоверными да совершенно верно и а конечно если прийти в любую лабораторию то в любую кстати абсолютно можно найти там две группы метод они разделяются всегда на две очень большие группы первое это визуальная оценка и второе это инструментально ну вот конечно тут есть определенные подсказки вот что является фундаментом визуальной оценки на ваш взгляд лично вот прям это это абсолютно попадает но кстати эти две вещи они между собой взаимосвязан как правило да поэтому опыт это знание за знание это опыт поэтому конечно когда мы проводим с вами визуальную оценку у нас есть масса критериев по которым мы по каким-то причинам доверяем субъективную оценку человеку который обладает большими компетенциями здесь конечно стоит вопрос всегда в том что элемент какого-то доверия элемент наверное того что вы где-то о ком-то слышали то есть все равно вы хотите собрать какую-то информацию почему я должен верить это визуальной оценке к этому блоку исследования мы вернемся чуть-чуть позже и следующий блок исследования инструментальны конечно же он должен наверное помочь развеять нам все мифы хочется же чтобы был хиппи-энд вот мне хочется но к сожалению это тоже не всегда так нам конечно бы хотелось чтобы какой-нибудь роботизированная машина убрала нам все элементы субъективизма но к сожалению так не получается потому что ошибки могут быть как до этого анализа так и во время вот мы конечно же мало себе задаем с таком таким вопросом то что в каждой лаборатории должна быть процедура валидации то есть как бы это правильно сказать оценки надежности этого метода а действительно ли тот метод который мы используем действительно ли он дает правильные надежные результаты вот а что могут быть неправильные результаты может быть вопрос да могут и для этого есть в принципе немало исследований например том же самом институте картофельного хозяйства это описаны различные варианты некротического штамма игрек вирус картофеля и к нему антитела кстати могут быть очень специфичны то есть если использовать специфичные антитела конкретному некротическому вирусу можно оставить за бортом всю основную часть вирусов которая была в анализе либо наоборот пропустить тот самый некротический вирус который который был поэтому к вопрос так методики никакого нету и лайза используется везде всегда и будет использоваться вопрос в том что от этой система которая использована для этой диагностики она действительно охватывает всю широту популяции этого патогена или какую-то его часть вот ответ на этот вопрос принципе есть валидации если это это если ответ на этот вопрос есть в виде документа то это называется отчеты валида вот какой в какой-то мере поэтому здесь тоже могут быть ошибки вот исследование студии карантина растений один я один и тот же клубень один и тот же сорт с разного места поставили и фа кожицы с глазка обсмотрительный результат кто и фа ставит там с кожицы уже почти положительный результат получит с одного из того же клубня но это это официальные данные защита карантин десятый год можете почитать статья исследует порядка десяти производителей антител на тот момент европейские не были все доступны очень дорогих и крайне интересные результаты были получены даже по зарубежным антитела почему это на тот момент особенно почему такой ну пцр же это дорого это же невозможно выделить 96 там образцов днк рнк с каждого клубня листочка растений невозможно же но физически да то есть если каждого человеку поставить задачу выделить днк рнк даже опытный человек больше 25 на мой взгляд уже не может сделать и начинает ошибки делать человек не может а робот может вот здесь робот может прийти на пользу он может позволить нам сделать то что мы раньше физически не могли делать а теперь если посчитать экономику этого процесса очень просто мы один раз потратили деньги на выделение днк рнк с одного образца дальше мы его исследуем на все там 6 вирусов причем в одной пробирке но и допустим там пять грибов когда это объединить все и посчитать экономику оказывается это уже не так дорого но самое главное здесь даже не в дороговизне все удешевляться будет вот на глазах вот эта машина она стоит дешевле чем машины кстати по современным деньгам вот но 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 вполне рабочая вещь причем не самая дорогая не топовая машина вот в общем это доступно то есть это доступно для лаборатории вот это вполне возможно и конечно же за этим будущее безусловно мы можем делать эти анализы уже и сотнями и тысячами то есть вполне это доступ за полтора часа эта машина выделяется образ так для примера она бездушная вот в общем она не требовательна к рабочему дню и так далее коллеги какой же метод наиболее хороший можно за вас отвечу вот свои свои мнениями поделись наиболее хороший метод это который позволяет выдвинуться из точки а и приехать в точку б ранее вот с точки зрения лаборатории маршрут не важен вот он может быть неправильным он может быть дорогим дешевым сложным но в какой-то мере лаборатория должна быть уверена что она должна быть в точке б сегодня а способ этого достижения зависит от очень разных факторов у меня там слайд был и фауч хороший метод на листьях американское исследование на листьях он шикарно прям с грунт контролем все хорошо совпадает на книг них нет а чем раньше идти туда к мере стэме там вообще нет 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 когда концентрация этого патогена очень сильно падает поэтому ответ на этот вопрос на мой взгляд вообще плохих методов нету если их кто-то когда-то изобрел и разработал они существуют и используют просто нужно правильно к ним найти подход и применять правильное и нужное время вот спасибо за внимание значит коллеги а сейчас мы с вами наконец-то переходим к той интересной части значит вам нужно найти симптом на экране который будет вам описывать маргарита рассказывать особенно предлагаю вам более по опыту прошлой групп внимательно слушать такие слова когда вот вы обратите что резактония резактониоз может быть в нескольких формах и одну форму мы отличаем от другой на этот момент никто не слушает вот после этого значит ну вот это и на этих моментах извините я буду перебивать и буду делать рам акцент вот это важная информация поэтому уж извините меня буду буду просто помогать модерировать значит и ваша задача на клубнях которые вам будет раздавать маргарита и ольга ваша задача найти эти симптомы для этого у вас есть ваши коллеги соседи кстати какие-то лайфхаки от вас очень приветствуется когда мы дойдем до определенной болезни был лайфхак от предыдущей группы я вам обязательно расскажу ну что путь так ну что друзья приступим до одной из наиболее распространенных вредоносных болезней является резактониоз кто знает как выглядит резактониоз как как давайте давайте версии свои видели резактониоз у себя или в огороде в магазине на какой-нибудь чистой картошке не отмываешься грязь так хорошо еще какие есть варианты ну хорошо давайте да приступим значит резактониоз гриппа резактония соляне источником инфекции является склероции и зараженная ну и зараженный семенной материал а также еще и мицелий а у резактониоза в настоящее время известно несколько форм проявления одной из форм на поверхности клубни это является сами склероции гриба что такое склероции мы что-нибудь знает но если читать определение где справочники это тонкая тонко сплетенные обезвоженные гиры до гриба здесь это грибница да вот значит одна из форм посмотрите на экран смотрите вот режиме реального времени да вот я вам показываю вот вот это вот наличие склероциев на клубни черное такое вот пятнышко что можно спутать зачастую с прилипшей грязью да но один есть момент если мы видим склероции на клубни мы не сможем его отмыть грязь мы сможем и поковырять от лепить как-то смыть а вот вот здесь вот вот видите иголочкой тру ну никак вот она не отходит запомнили да так вторая форма проявления резактониоза какая может быть вы мне скажете пока я тут еще лиги какое есть мнение вот отлично отлично растрескивание да растрескивание с типичным сетчатым некрозом которым находится что у нас склероции гриба да согласны вот смотрите вот сейчас я вынужден вынужден остановить ваше внимание несмотря на то что вы рассматриваете клубни симптомы сейчас прозвучала та самая важная информация о которой я предупреждал ольга в том числе даже непосредственно ты общаешься я понимаю но сейчас был очень важный момент коллеги как понять что эта трещина была связана с резактониозом они не физиологическая трещина скажем так да так сетчатый некроз растрескивание склероциями гриба прекрасно и обратите внимание склероции гораздо меньшего размера показываю да вот видите вот вот эта вот трещина образовалась и плюс склероции резактонии здесь в ней есть так все спасибо всем так что еще резактония также у нас да может проявляться и в поле скорее всего вы возможно видели да да на стеблях это такие типичные коричневые язвы различной величины конечно вид такой вот если это сильное поражение то вид конечно ужасающий вот наша лаборатория мы оцениваем резактониоза в трех степенях как вы думаете в каких возможно получали протокол от нас и видели степени резактониоза подсказываю высокая но высокая хорошо сильная средняя и еще какая бывает степень слабая да да сильная степень но если уж говорит простым языком значит мы видим что покрывается наш возбудитель склероции именно по всей поверхности клубни это сильная степь среди когда мы видим визуально половина поверхности клубни и слабая когда ну где-то 1 4 часть покрыта склероциями вот следующий значит форма это ямчатая форма да ямчатая форма мы еще не показали ямчатую форму так уже сама сказала хорошо значит растрескивание склероции и еще одна форма это ямчатая форма резактонии коллеги у кого не досталось ямчатая форма сейчас посмотрите таких таких не так много но и много но если кому-то досталось покажите соседям пожалуйста чтобы все увидели эту форму поднимите эти клубни у кого они сейчас никто никому не досталось есть да да она еще да да пожалуйста вы передать смотрите еще одна значительная особенность значит есть ямчатая форма резактонии вот смотрите вам вожу это вот кругленько это пятнышко да в ней идет углубление вовнутрь не на поверхности вовнутрь полиоз внутри опять же наши любимые склероции гриба вот ну в общем аризактонию а мы с вами научились ее разоблачать потому что у нее во всех случаях есть что черные склероции разные формы вот неправильные формы могут быть мелкими но последняя форма обратите внимание еще раз она имеет это еще называют язву почему столько язвы да она как бы немножко проела внутрь да то есть эти язвы там они для антракноза например там каких-то там плодовых там характерно вот это имею в стебле углубления могут быть в данном случае на клубни язва это небольшое так сказать немножко так сказать провалилась внутрь вот этот является это является очень важным признаком и симптомом так значит следующая болезнь это парша обыкновенная возбудитель с рептомит соскабиес источники заражения является зараженная почва и клубни симптомы парши мы видим вот здесь вот смотрите вот округлые такие вот округлые пятна как бы язвы да различные величины различного диаметра вот но что характера для парша обыкновенной пятна эти они только на поверхности они не идут вглубь есть разные формы проявления парши есть и пару шестые парша есть и бугорчатые парша есть и выпуклые да ну вот здесь у нас на клубни смотрите вот как бы такая вот отличительная особенность поднимающиеся вот как-то сейчас такая вот поднимающийся наверх то ли как бы разрыв что ли идет да вот смотрите да с паршой что значит у нас это сухие язвы до которые при сильной степени они могут сливаться в шелушащуюся такую корку конечно же непосредственно влияет на товарный вид клубней и на вкусовые качества клубни поэтому тоже является одним из наиболее распространенных болезней так идем дальше как вы думаете что это вот здесь на экране у нас какая болезнь вот парша серебристая да да у парши серебристые есть отдельный характерный признак это округлые очерченные пятна с металлическим серебристым блеском маргарита вопросы зала это серебристый металлик это стали каким образом да каким образом вот этот свет вот что может быть какие-то особенности как быть точно уверен что это он только по цвету но визуально конечно же да мы видим вот если ложим клубень разглядеть под под разным ракурсом до света мы можем увидеть что прям такой поблескивает прям за когда если вся партия заражена конечно паршой серебристый и и при отмывание картофель и и уже очень хорошо видно как только сохнет картофель мы видим пошел и в их вот смотрите смотрите парша серебристый не вызывает гнили паша с филипфисты непосредственно влияет на вес клубня если на всей степени чтобы условлено потерей тургорок клубней у нас идет учет парши серебристый в серебристой в средней слабой степени но также мы видим клубник нам поступает взеначальной формы серебристой парши. Слабозаметные пятна, которые при закладке на хранение возможно, ну, никто не обратит внимания, да, но к весне болезнь достигает своего массового развития и уже мы можем увидеть сильное развитие парши серебристой. Коллеги, а помните, я вам обещал лайфхак от предыдущей группы? Помните, да? Предложили использовать аппарат для проверки подлинности купюр. Вот. Если кладут туда клубень, говорят, серебристая парша видна в нем просто идеально. Вот, передаю, можете попробовать, это у нас была площадка для, ну, такой есть аппарат для проверки культур, он там, не культура, купюр, купюр денежных, да, денежных купюр, у меня культура одни. Вот, значит, и там есть такой ультрафиолет, и якобы в нем очень хорошо это видно, мы обязательно попробуем. Значит, коллеги, а вам достался кому-то красненький клубень с серебристой паршой? Вы обратили внимание, что иногда его сложно идентифицировать, потому что там живого места нет. То есть там действительно иногда нужно взять какой-нибудь краснокожурный сорт другой, и уже это, так сказать... Да, потому что иногда, да, иногда действительно, иногда действительно просто, ну, там же, там яблоку негде упасть, извините за выражение. Да, совершенно верно, поэтому это тоже нужно иметь в виду. Иногда и партия заражена равномерно, мне полностью кажется, что это вообще то ли, то ли сорт такой какой-то. У меня вот такой вопрос. Начальную форму парши серебристой с чем можно перепутать? Вот еще у нас есть еще одна важная болезнь на картофеле. Вот, да, да. Мы плавно перешли к антракнозу. А клубни серебристые все сдали? Все, отлично, молодцы. Какая вы дисциплинированная группа? Так, смотрите, да, антракноз – возбудитель калитотрихум кокодос. Источником заражения являются непосредственно зараженные клубни со склероциями, мицелием, которые могут сохраняться на растительных остатках и в почве. Обратите на экран. Главная особенность антракноза – это наличие черных, мелких склероций. Такие точечки. Не на всех клубнях хорошо они видны, но вот здесь, на экране, вы можете обратить внимание. Смотрите. Да, вы, конечно, покрутите, посмотрите, потому что есть и нетипичная форма антракноза, чем мы можем также путать с паршой серебристой. Получается, что у антракноза темные, слившиеся мелкие пятна, без блеска. А у парши серебристый с блеском. Вот. Вы также можете увидеть стебли картофеля, которые поражены антракнозом. То есть это множество черных склероций, в которых даже можно видеть и без лупы. То есть такое проявление. Конечно, антракноз проявляется во многих формах в период вегетации. Это, в первую очередь, образование множества черных склероций на стеблях. Это размокание, слезнение гниль стеблей, когда в сильной степени. И, конечно же, это черный гниль клубней, сталонов и корней. И корней. Вот. Горит, а можно такой вопрос из зала? Скажи, пожалуйста, а вот эти вот, на всех стадиях прям видны вот эти склероции всегда на клубне? Нет, не на всех. На, если мы видим ярко выраженные вот эти черные склероции, да, мы можем сказать, что это, это вот типичный признак антракноза. Но если мы видим слившиеся без черных склероций в пятна, и нам непонятно, что это, конечно же, здесь приходит к нам на выручку это метод ПЦР. Только методом ПЦР мы можем определить, молекулярно-генетическим методом. Да, вот характерный, хороший момент, характерный признак антракноза именно на прикреплении к столону. Мы видим сухой клубень, да. Нам, кстати, поступают уже образцы картофеля, где мы видим зараженность антракнозом, и прям вот он такой обломанный, сухой. Коллеги, коллеги, лайфхак из зала с вашей, с вашей, с вашей группы, вы только что пропустили. Оказывается, эти склерозы чаще всего образуются с какой части? Со столонной, да, со столонной части, тоже имейте это в виду, это тоже может быть хорошим диагностическим признаком. Кроме того, еще один момент информационный, что не всегда в начальной стадии будут признаки в виде склерозы. Здесь, возможно, дентифицируют только теми самыми инструментальными методами. Мы будем анализировать по ДНК этот патоген, потому что даже по нашей статистике треть образцов, на которых мы визуально не видим антракноз, а клубни уже имеют начальную степень заражения. Вот, поэтому это так называемая скрытая от глаза форма. Значит, Маргарита, сейчас, коллеги, мы переходим к группе гнилей, минуточку внимания, мы переходим к группе гнилей, мы сдаем антракноз, и группу гнилей мы не сможем вам раздать в руки, наверное, даже, я думаю, вы догадываетесь по каким причинам. Вот, мы не хотим, чтобы вы ушли с грязными руками в грязной одежде. Да, значит, ну, а тем не менее, Маргарита сейчас пройдет вот так группами между рядов, останавливаясь где-то, ну, парно в каждом ряду, и расскажет вам о различных гнилях, вы просто на них можете посмотреть, пощупать, пофотографировать и позадавать вопросы. Но на это у нас есть очень мало времени, поэтому просьба приступать. Значит, коллеги, раз вы уже сосредоточились на мне, давайте тогда все орг-моменты договорим до конца. Мы уже подходим к финалу. Маргарита вам показывает гнили. Та часть людей, которая просмотрела гнили, может переходить к микроскопам. Там Ольга и Виктория расскажут вам о нашей работе в лаборатории. Выходим из зала после этого исключительно через меня, где вы получите заново те же самые клубни, которые вы получали на входе. Мы посчитали примерный процент правильного определения по каждой из болезни. На выходе мы очень надеемся на значительное увеличение этого процента, а итоги мы подведем уже на нашей итоговой сессии. Субтитры создавал DimaTorzok